В последнее время в стране очень сильно усилился и политический режим, и нажим такой, и так далее. Появилась истерика. В общем, вы знаете, что могут посадить за пост в соцсетях за то, что люди просто элементарно не поддерживают то, что происходит сейчас в Украине. А таких людей не так, чтобы и мало, но за это просто можно залететь на какой-то, так сказать, веселенький срок в тюрьму буквально. И поэтому многие люди спрашивают, хотят свалить, короче говоря, из страны. И одна женщина меня спросила, в какую страну лучше всего свалить и как это сделать? Ну, надо ли это делать и что делать? Сейчас я расскажу, вы видите, что я пока еще никуда не свалил, хотя не исключаю такой возможности. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Да, она сказала, что не хочу в Грузию, не хочу в Турцию, не хочу в Арабские Эмираты, хочу, ну, типа, в Европу. Вот, ну, то есть, в какую из стран Европы лучше сейчас свалить? Ну, то есть, вопрос так задан, что понятно, что ей кажется, что, в общем, сказать, куда угодно, сломя голову, только из России свалить, но при этом свалить почему-то именно в Европу. Потому что вот там как-то вот очень хорошо можно легализоваться. Да, и где получить статус политического беженца? Вот, что, сказать, тоже меня позабавило немножечко. Друзья, мы живем в эпоху, когда очень будут резкие перемены в нашей стране, в России. И я решил создать канал для тех, кто живет не в России, где-то далеко, для русскоговорящих и не только. О том, как живут люди в России, будут хроники российской жизни, буквально исторические кадры. Поэтому подпишитесь на мой новый канал и жду вас на нем. Там будет много интересного. Я буду рассказывать о тех ценах, которые сейчас есть и которые, наверное, уже никогда не вернутся. О том, как одеваются люди, просто, так сказать, прогулки по странам, по городам, по улицам, по магазинам, на каких машинах ездят, как люди одеваются и прочее, прочее. Исходя из этого, вы сможете сделать какие-то выводы. Если удастся на какие-то исторические, какие-то важные места попасть, события, где происходят, ну, я тоже постараюсь там быть. Поэтому подпишитесь на мой новый канал. Ну, смотрите. Для того, чтобы свалить в другую страну, это шаг, конечно, это серьезный шаг. И к нему надо готовиться. Не надо валить в другую страну просто так, абы куда. Потому что выяснится, что это бесполезно. Очень многие люди сейчас выехали, значит, в разные страны, так сказать, там, ну, кто-то в Грузию, кто-то в Турцию, кто-то в Арабские Эмираты. Почему они летят туда? Ну, потому что границы открыты, и туда самолеты летают. Вот почему. И Турция является перевалочным, как бы, пунктом в этом деле. И оттуда можно улететь дальше, значит, ну, там, вы знаете, и Чубайс, там, и Собчак, они сначала через Стамбул улетели в Израиль. Вот. Ну, и другие там, Невзоров. Невзоров, по-моему, в Италию улетел. Белковский сейчас в Израиле. Или Невзоров тоже в Израиле. Я как-то толком не слежу за этим делом, но очень многие улетели. Вот. Вот, а серебряные дожди в Грузии, в общем-то сказать, во многом осел и так далее. Почему люди летят туда? Ну, потому что с Грузией, с Турцией, с Арабскими Эмиратами открыты границы, и туда вполне можно просто, вот сейчас просто взять билет и улететь. Вот. Но. Но. Что там делать дальше? Непонятно. Ну, спасаться от кровавого путинского режима, а насколько он кровавый здесь, как бы, ну, пока еще как-то можно жить. Вот. И я хочу, как бы, рассказать о том, почему я не уехал, и, хотя, вот, казалось бы, у меня проблем намного меньше, чем у других. Ну, смотрите. Прежде чем понять, надо ли туда ехать, надо подумать. Ну, хорошо, мы хотим отсюда уехать туда. Вот. А нужны ли мы там, ждут ли нас там, кто-то нас там зовет или нет. И я вам могу сказать точно, никто нас там не туда не зовет, никто нас там не ждет, там медом не намазано. Это прежде всего. Это надо понять, потому что нам кажется, что нас там все поддерживают и так далее. Но поддерживают-то нас поддерживают, может быть, но при этом кормить-то нас никто не собирается. Вот в чем дело. Это первое. То есть, смотрите, выясняется, что мы бежим-то отсюда, а куда мы бежим? Никуда. И если мы чувствуем, что мы здесь не нужны, то там-то мы уж точно не нужны, тем более, потому что мы там не местные. И они, как бы, вам скажут, что, а что вы сюда приехали? Вам надо там, в России, менять все к лучшему. Вот. И какие проблемы возникнут? Ну, прежде всего, смотрите. Проблемы языковые. То есть, когда человек спрашивает, в какую страну лучше ехать, ну, как бы, в какую страну лучше ехать. На каком языке вы умеете говорить? Вот этой проблемы у меня нет, потому что я, наверное, смогу очень быстро адаптироваться к любому языку. Я достаточно хорошо говорю по-английски, ну, по-немецки, на славянских языках как-то, вот, французский более-менее. Ну, то есть, в этом смысле у меня проблем нет, а у вас есть проблемы такие или нет. Вот. Теперь смотрите дальше. Следующий момент. После начала вот всех этих событий в Украине, вы знаете, из Украины в Европу хлынул какой-то дичайший поток беженцев. И они все идут через границу с Польшей, основной поток, конечно же. Вот. Ну, и также через Словакию и, наверное, через Венгрию. Про Венгрию я что-то ничего не слышал. Вот. И там они распределяются дальше, короче говоря, смотрите, туда хлынул огромный поток украинцев. Если вы приедете, как бы, туда же, а до этого туда еще белорусы хлынули и так далее, то есть, смотрите, если вы приезжаете туда, в эту Западную Европу, то вы будете, ну, во-первых, русских там не так много. Совсем не так много. Это первое. Во-вторых, к россиянам, конечно же, отношение будет совсем не такое, как к украинцам, потому что, ну, Россия там воспринимается как страна-агрессор. Это сразу могу сказать. И, во-первых, отношение будет не самое доброжелательное. Ну, в принципе, с отношением там нет проблем. Я думаю, что отношение будет к русским, которые убежали из России, ну, примерно такое же, как и к украинцам, там, в общем сказать, ну, со стороны местных. Вот. Я не говорю про отношение со стороны украинцев, но оно тоже, скорее всего, будет нормальным. Здесь не надо, как бы, опасаться, что украинцы разорвут вас за то, что вы русские, потому что, ну, и вы, они примерно в одном положении будете там. Но я что хочу сказать. Смотрите, эти люди, которые едут с Украины, они абсолютно приезжают туда, вот, вообще, просто взяли чемодан, какие-то, значит, вещи, там, смену белья, что-то, ребенку и так далее. Все. Они едут туда ни с чем. И, конечно же, ну, их там приютят, конечно, им там помогают, какую-то помощь дают, но помощь дают чисто на первое время, там, на месяц, другой, а потом, а потом надо работать, зарабатывать. И работу найти очень сложно, даже украинцам, хотя у них есть разрешение на работу, то есть им позволяют работать. А позволят ли вам, это уже другой вопрос, потому что, ну, в России нет такой ситуации. Вот, с беженцами. Теперь по поводу статуса беженца. Чтобы статус беженца получить, его надо заработать. То есть надо доказать, что вы беженец, а это значит, что вам надо доказать, что вас преследуют на родине. Не просто потому, что вам неуютно на родине жить в России, потому что вам кажется, что вот вы против вот этих всех действий, и вас тут это самое посадят. Нет. Для этого надо веские основания. То есть вы должны, ну, по крайней мере, вас должны где-то задержать, вы должны побывать в каком-то автозаке, на вас должны составить какой-то протокол, наложить какой-то административный штраф, и, скорее всего, не один. То есть у вас должны быть какие-то основания в том, что вас преследуют власти. После того, как у вас будет такое основание, вы каким-то чудом приезжаете в Европу, каким образом, я не знаю, вы приедете туда. Вот. Но вы туда попадаете, вы говорите, все, я тут беженец, предоставьте мне политическое убежище. Что вас ждет? Вас поселят куда-то там в резервацию какую-то специальную, это такие, ну, это будут, ну, в принципе, неплохие условия, там, типа общаги, чистенько, все аккуратненько, но это не Европа. Это вы будете в оцеплении, значит, там, ну, в какой-то зоне охраняемой, ну, примерно то же самое, что... Зона для перемещенных лиц, это не концлагерь, даже не тюрьма, вот, там, в принципе, нормально, там кормят и так далее, но там вас изучают ваши, как бы, прошения, и это будет длиться там какое-то время, и в это время вы не имеете возможности ничего, никуда выйти и нигде работать. Я видел этих беженцев лично, они вылазили за этот забор, так сказать, там, за эту колючую проволоку, там дырка, естественно, здесь в каждом заборе есть дырка, и мы ехали по какой-то... В Германии это было, вот, ну, по трассе, и, значит, там, в одном месте на повороте, значит, там подошли какие-то люди, сирийцы, насколько я понял, они там у нас просили каких-то денег, хотя какие деньги им, и они там на обеспечении, их там кормят, что они деньги просят, я не понял. Вот, ну, это были беженцы, вот, и вы будете среди них, среди этих сирийцев жить, оно вам надо, вот, ну, если вам одобрят статус беженца, то вас оставляют в стране, и дальше вы уже получаете возможность работать, дальше у вас уже все хорошо будет, вот, но для того, чтобы получить этот самый статус беженца, я говорю, что надо как-то... Ну, что значит, хорошо, опять же, вы получаете возможность устроиться на работу, но в Европе, там, куча украинцев, которые тоже хотят устроиться на работу, и там, во-первых, выбор с работой очень небогатый, и, в общем, сказать, вы будете конкурировать, это не так все просто, вот, тем более, не зная языка. Говорят, что, ну, чем дальше, тем проще устроиться на работу, и проще всего устроиться на работу в Португалии, говорят, но португальский язык – это жесть. Вот, куда еще можно свалить? Ну, вот, я тут читал, смотрел, значит, куда можно свалить, свалить можно в Южную Америку. Южная Америка вообще не поддерживает никаких санкций против России, они там далеко, им все пофигу, вот, и в Южной Америке, вот, я там на разных этих самых путешественников подписан, один из этих путешественников сейчас находится там где-то в Бразилии, он говорит, что в Бразилии очень, как бы, совершенно спокойно можно приехать туда и получить там, буквально год пожить в Бразилии, и получить там гражданство. Но чем все осложняется? Ну, он, когда только вот прилетел в Бразилию, первое впечатление, которое его поразило, конечно, он говорит, блин, такого количества бездомных людей, которые живут на улице, я не видел даже в Америке. Вот, ну, о чем это говорит? О том, что, ну, во-первых, в Америке огромное число людей живет на улице просто так. Вы готовы жить на улице в палатке среди там негров, наркоманов и так далее? А вам это предстоит, вот, точно так же в Бразилии. Но если бразильцы живут на улице, значит, валяются бездомные, то почему вы решили, что вы будете в лучшем положении? Наверное, нет. Вот, и если там люди валяются на улице, значит, спят, то, значит, наверное, у них с работой тоже не самым лучшим образом обстоят дела. Да, вы убежали из России, но вы получили просто другие проблемы. Вот. Где он там еще путешествовал? В Боливии. Значит, я не помню, сказать, там можно получить в Боливии гражданство или нет. Вот. Наиболее развитая страна Чили из всех этих. И Чили, чем отличается от всех? Ну, во-первых, она наиболее развита. Там, может быть, даже можно и работу найти. В Чили язык испанский, по-испански я тоже как-то более-менее говорю. Я думаю, блин, вот в Чили можно свалить. Я стал смотреть в Чили, значит, там по улицам, там вот эти вот, короче говоря, походить. Здесь Street View, значит, ну, в Google Maps можно походить, посмотреть, как там обстоят дела, как там. Просто вот чисто там прямо вот вообще незатейливо, без всякой рекламы, значит, можно посмотреть, как это выглядит примерно. Я посмотрел и подумал, блин, ну, шило на мыло, в общем, тоже, в общем, никакого кайфа. Вот, поэтому, ну, как бы, вот Южная Америка. И если уж куда-то лететь, то это в Америку чисто. В Америке сейчас уровень безработицы очень низкий, это значит, что работу там найти можно. Можно найти работу. И самая главная проблема в Америку – это просто проникнуть, попасть. То есть, визу сейчас в Америку не дадут, ну, потому что их не дают, потому что посольство просто закрыто, вот, тем более, что туристическую визу, как бы, вот. Нужно какое-то основание для того, чтобы въехать в Америку, вот. Но если вы въехали в Америку, то там уже все становится намного лучше, потому что, ну, вы можете найти там работу как нелегал, скорее всего, там помогут. Ну, там есть русская диаспора. Русские обычно работают бэйбиситерами, значит, там мужики таксистами обычно. Вот, ну, но как вы будете жить? Смотрите, в Америке уровень жизни следующий. Значит, там съем квартиры где-то, ну, в районе тысячи долларов, я узнавал. Тысяча полторы долларов. Вот так вот в месяц платится за какую-то абсолютно убогую, значит, совершенно жилье. То есть, там, засанной подъездом и так далее. То есть, как, ну, там девушки какие-то писали, вот, наше первое жилье, значит, вот этот вот самый там засанной подъезд, значит, грязный, так сказать, вонючий, там и так далее. Здесь мы прожили, там, год или два. Надо быть к этому готовыми. То же самое. Ну, в Америке, понятно, английский язык, английский язык. На английском говорят все, я говорю по-английски. В принципе, вполне нормально. Вот, работу там, я думаю, что можно найти, ну, тем, кто может и даже нелегалом, хотя нелегалом сложнее, конечно, на первых парах. Но если живешь там лет пять, по-моему, там можно уже ВНЖ получить каким-то образом, по каким-то линиям. То есть, это все можно пробить как-то. То есть, Америка, ну, наверное, наиболее перспективна. Куда попасть дешево достаточно, это вот всякая Индия или Непал. Вот с парнем я провел интервью. Вот он говорит, что в Непале, пожалуйста, 150 долларов в месяц – это очень хорошее жилье. За 100 долларов можно вполне снять жилье. Тоже более-менее нормальное. На пропитание тоже в районе там 100-150 долларов, я так понимаю, хватает. Вот. И, ну, эти деньги вполне можно зарабатывать в России. То есть, через интернет вполне можно зарабатывать. Вот такая история. Вот. В Индию можно въехать, наверное, сказать, жить там тоже, наверное, дешево. Зарабатывать деньги, но аналогично в России. То есть, через интернет, если у вас есть возможность такая. Поэтому, что я могу сказать, что прежде чем ехать за границу, ну, не думайте, что вас кто-то там ждет, никто вас там не ждет. Более того, ну, я не скажу, что к русским относятся плохо, нет. Они ко всем относятся примерно одинаково. Но там никто вас не ждет, никто ничем вам не обязан абсолютно. Это надо понимать. И... Один человек мне какой-то сказал, что, говорит, вот, ну, один из моих знакомых уехал там в Америку и так далее. Вот. Он там... Ну, он и сейчас там остался все-таки. Вот. И когда он начал там работать после первой зарплаты, значит, там он взял, значит, ее отметил, значит, там напился хорошо. Ему сказали, слушай, Майкл, наверное, тебе стоит вернуться назад в Россию, потому что здесь так не делают. То есть это другие отношения. И вот один из моих знакомых сказал, тот самый художник, который в Венгрии тогда остался, он сказал, говорит, слушай, но если ты хочешь куда-то убежать, не получится. В результате ты убегаешь не из страны, ты убегаешь от себя. От себя ты никуда не убежишь. От себя никуда не убежишь. Поэтому надо строить свою жизнь здесь, надо строить, как бы, свое будущее здесь все-таки планировать. Если нам не нравится эта страна, мы можем что-то сделать для того, чтобы изменить ее в лучшую сторону. Поэтому я не призываю вас ни в коем случае к насильственным каким-то действиям. Но надо думать, какую пользу мы можем принести в своей стране, по крайней мере, что мы теряем и что мы можем сделать. То есть вот если я, например, не могу изменить сейчас политическую ситуацию в стране, то я могу, по крайней мере, изменить свою жизнь, свое отношение, как я буду выживать в этой стране, то есть как специалист и так далее, чем я могу пригодиться здесь, и как я могу зарабатывать деньги, находясь здесь. И что я теряю. То есть смотрите, сейчас я живу, в общем сказать, в достаточно комфортных условиях, трехэтажный дом, которого у меня точно не будет за границей, куда бы я ни уехал. Ну, разве что в Америке, так сказать, там можно как-то там кредиты бесплатные и так далее, там, ну как все живут. Вот, а в общем сказать, таких условий у меня не будет. А если и будут, то я за них должен платить буду. Вот, поэтому, значит, если я только уеду, то надо понимать, что условия мои резко ухудшатся, то есть оценивайте, насколько вы готовы, ну там, буквально спать в каких-то ночлежках, там каких-то вот абсолютно вонючих и так далее, среди всякого сброда, но неминуемо это будет. Поэтому подумайте, хотите ли вы жить в таких условиях, и это будет достаточно долго, потому что, ну, престижную работу вы точно там не найдете. Оно вам надо. Вот, поэтому я сейчас настраиваюсь на то, чтобы, ну, жить здесь как-то, пока меня, пока меня не хватает и не сажают в тюрьму. Ну, когда начнут сажать, ну, наверное, я куда-то сбегу, скорее всего, это будет Индия. Вот, ну, до этого еще пока далеко. Это, во-первых, а-вторых, ну, сравнивайте, пожалуйста. Ну, я говорю, что я знаю практически, ну, много языков, я умею на них разговаривать, я вполне себе могу работать, много могу работать на разных работах, там, и как водитель, там, таксист, например, и где-то еще зарабатывать. Но главное, конечно, наверное, это в интернете. Я тоже могу работать и могу зарабатывать в интернете, и поэтому здесь у меня немножечко положение проще, но, тем не менее, я никуда не уезжаю. И вам советую просто очень серьезно подумать, прежде чем бежать куда-то, сломя голову. Не сравнивайте себя с Собчак, например, который зарабатывает деньги, Белковский, и, значит, Невзоров там в Израиле, значит, организует лекции, сейчас лекции платные, они там на этом заработают деньги, и вполне себе им хватит прожить там полгодика, год на эти лекции, и, значит, там их приглашают, там всякие интервью и так далее. Они продолжают заниматься тем, чем занимались здесь, и, пожалуйста, они там выживут. Сможете ли вы продолжать заниматься тем, чем занимаетесь вы здесь? Подумайте, прежде чем туда уезжать, и прежде чем бросать все и ехать. Процесс переезда за границу – это достаточно непростой процесс, я вас уверяю, и к нему надо готовиться. Ну, а если вы как бы все-таки решили, то выбирайте страну и начинайте учить язык, тот же самый португальский, например. Да, и билеты туда стоят ой-ой-ой, сколько. Визу сейчас европейскую вроде дают. Можно получить визу итальянскую, можно получить визу испанскую, и, кажется, французскую тоже можно уже получить. Франция сняла ограничения на вот эти прививки, наши спутник ВИИ и так далее. Так, там нет этих ограничений сейчас на прививки. Можно въезжать во Францию. Но во Францию или куда-то в Европу можно въехать только, во-первых, имея визу, во-вторых, значит, через Арабские Эмираты, либо через Стамбул, либо куда-то еще. Билет стоит примерно в районе 200 тысяч рублей в один конец. В районе 250 тысяч рублей стоит билет в Южную Америку, я смотрел. Но там нужна европейская виза, потому что пересадка, как правило, в Амстердаме. И там нужна виза, потому что, ну, то ли из разных аэропортов, короче говоря, нужна виза европейская. Вот такая история. Ну, я думаю, что я рассказал. Боюсь, что я многих разочаровал, конечно, которые хотели выехать. Я очень много встречал всяких там иммигрантов, я с ними общался, о том, как они жили. Я вас уверяю, что вот просто так, очертя голову, вас ждут очень серьезные трудности. Там я видел людей, которые буквально голодали там, буквально, значит, там очень трудно им было. Ну, в том числе моя первая жена, ей было там очень-очень сложно на первых порах, я вас уверяю. Сейчас у нее все хорошо, да, все наладилось. Но на первых порах у нее было достаточно сложно. Готовы ли вы к этому? Подумайте. Оно вам надо? До встречи. С вами был Демятков Юрий.